Несколько месяцев назад жители многоквартирных домов областного центра начали получать вот такие уведомления с просьбой собрать общее собрание собственников и сменить управляющую организацию. Как реагировать на это жители не знают, а сами коммунальщики управляющих организаций считают это недобросовестными происками конкурентов или диверсией. Времена рейдерских захватов далеко позади, но как иначе назвать эти действия недоумевают коммунальщики. Жильцов дома номер 27 по улице Шубинах неизвестные, представившиеся сотрудником управляющей компании «Опора», пригласили на собрание 5 октября. На встречу вышла только Нина Ивановна. Они мне объяснили, что мы хотим, чтобы ваш дом перешел в нашу компанию. Я говорю, зачем? А мы вам тарифы снизим. Я говорю, почему вы дом наш выбрали? Зачем? Он вам понравился. Из каких соображений? Да нет, мы любой бы взяли. Просто бизнес. Мы тарифы снизим. Я говорю, у нас тарифы нормальные. Мы не верим, что снизите. А мы вам поменяем все коммуникации. Я говорю, нам не надо, все поменяно. Пятиэтажку обслуживает управляющая компания «Дома». Жители довольны, все работы выполняются в срок. Ни жалоб, ни претензий. Менять организацию не планировали. На предложение ответили твердым отказом. Жильцы девятиэтажки на Кавалерийской, она тоже под управлением УК «Дома». На предложение встретиться, чтобы сменить коммунальную компанию, отреагировали агрессивно. Собственникам в почтовые ящики рассовали буклеты, расхваливающие новую управляющую организацию «Корона». Они раньше занимались только обслуживанием лифтов. Сейчас сферу деятельности расширили. Мы как бы вышли именно весь совет «Дома» защищать управляющую компанию. И они поняли, что без совета «Дома» соваться к нам в дом не стоит. Потому что мы все равно отстоим ту компанию, которая нас устраивает на данный момент. Под пристальное внимание УК «Корона» попали дома нескольких управляющих компаний. На встречу с нашей съемочной группой согласились прийти руководители УК «Дома», «Крит» и «ФТБС». Владельцам, рассказывают они, предлагали уйти в сторону. Дома предлагали выкупить. После отказов конкуренты отправились непосредственно к жителям. Выражаясь по простым языком, обещают «Золотые горы». Хотя на дома, которые обслуживаются нашими организациями, никто из этих домов не звал. Они сами приходят. И их цель как раз стоит в том, чтобы быстро набрать себе определенный жилищный фонд и вытеснить нас из рынка. Владельцы «Короны» – москвичи на Ивановском рынке не так давно. Под их управлением сейчас около 30 домов. О своих планах они рассказали руководителям других УК. Увеличить число своих домов в 10 раз, набрать за год миллион квадратных метров. Казалось бы, ознакомительное собрание идет, но одновременно с этим идут походы по подъездам, по квартирам, уже с какими-то бумагами, с просьбой подписать бюллетени, что, в общем-то, несколько уже в нарушении закона. Проверив компанию «Корона», было понятно, что несколько с душком организация. Обратившиеся к нам коммунальщики уверяют – конкуренция нечестная. Общее собрание имеют право инициировать собственники или их управляшка, а никак не сторонняя организация. Сотрудники «Короны» отмечают – только бизнес, ничего личного. Все в рамках законодательного поля. Это не собрание, а информационные, то есть рекламные встречи. Бизнес свой они действительно хотят расширять, но это не возбраняется. Мы развиваемся вот таким способом. Мы просто о себе рассказываем. При этом мы это делаем не только посредством каких-то там буклетов, например, а посредством представления самих себя. И эти собрания мы проводим на абсолютно разных многоквартирных домах, на абсолютно разных, в разных частях города. И не имеет значения, какая управляющая компания, значит, обслуживает многоквартирным домом. Все равны. Никто не возражает, если какие-то компании придут и проведут, например, информационные встречи на домах, которыми мы управляем. Заманивают в том числе и тарифами, ниже, чем у конкурентов. Но и тут, отмечают специалисты короны, нарушения закона нет. Разобраться в ситуации предстоит прокуратуре и УФАС. Соответствующие заявления туда коммунальщики уже написали. Жителям остается внимательнее относиться к предложениям управляющих организаций и выбирать для себя наиболее приемлемую. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.